Друзья, приветствую! Андрей из Дмитрова, Московская область, прислал посылку с образцами масла Mobil 1 ESP530. Данное масло уже не единожды проверялось. Масло крепкое, топовое. Так вот, пять баночек, четыре баночки с маслом Mobil, свежие, три отработки и одно масло Mobil Супер 3000. Вот такое коротенькое описание от руки. Четыре баночки с одного автомобиля и одна баночка из другого. Так, я сейчас почищу и подготовлю. Данное масло, естественно, эталон у меня уже есть. Масло от Андрея производства 10-21. Вот я тут подписываю. Сейчас я сравню с эталоном, с тем свежим, который у меня есть. Посмотрим, что намерит прибор. Сейчас он, видите, проверяет частоту окон, измеряет фон. Это такой процесс входит в комплекс его саморегулировок, калибровок. Ну и можно, значит, проверять. Так, сейчас я помещу пробу и посмотрим, что намеряет прибор. Масло приобреталось на Яндекс Маркете. Вот, давайте так, здесь я заложил, немножко отстает у меня запись самого прибора. Так, и вот что прибор намерил. Смотрите, значит, по противоизносным присадкам 143 процента. Кислотная 2,38. И щелочное, здесь не видно, 8,2. То есть, показатели выше, потому что начальный, по-моему, у меня был эталон 7,5 щелочное. Естественно, противоизносных 100 процентов. Причем эта ситуация у меня уже не первая, наверное, третий или четвертый раз, когда вот завышение. Раньше я думал, что это старая рецептура, теперь я понимаю, что это не так. Скорее всего, тот образец, из которого я делал эталон, он или какой-то просаженный был слегка. Вот, кстати, я поэтому даже специально сравнил, наложил спектры, они полностью совпадают. Или просаженный тот эталон, или, скорее всего, что здесь изменена рецептура именно базы. Поэтому позволило, значит, повыше показатели сделать. Вот смотрите, так я обновил спектр данного масла, поэтому я считаю, что необходимо обновлять. Получилось по противоизносным присадкам 115 процентов, чуть больше фосфор цинка. Значит, здесь прибор намерил кислотное 2,38, один в один, как с тем проверочным. И 8,1 по щелочному я так и оставлю. Ну, 8,1, 8,2 это ничего, это вот считайте в предел погрешности. Там один может быть образец 1,28,21, а здесь, например, может быть там 8,15. По ГОСТу я вам сейчас в ближайшее время покажу, какие есть погрешности по ГОСТу. Я думаю, что многие из вас очень удивятся. Значит, так я тут показатели подправлю. Подправлю нитрование, чтобы у него был зазор для оценки его изменения. Выставлю 5,5. Ну и сохраняю данный талон как эталон, то есть, чтобы не было уже вот этих подскоков. Там очевидно, что была ошибка и поэтому скакали данные. Так, все, это я сохранил. Можно приступать к проверке отработки. Значит, это Октавия двадцатого года, двигатель 1,8 турбо, ДСГ, бензиновый. Пробег автомобиля 25420 км, свежий автомобиль, пробег на масле 15227 км, что соответствует 257 моточасам. Средняя скорость очень высокая, 59,2 и эксплуатировалась с сентября 2020 года по июль 2021. Используемое топливо Газпром Нев, G-Drive 95. Так, все, опять прибор что-то зачастил, проверяет фон. Ну все, можно приступать. Я закладываю пару капель в кювету отработки и давайте посмотрим, что намерит прибор. Очень интересно, 15 тысяч, то, о чем говорит производитель, как они себя вообще проявят. Мотор свежий, я думаю, что с ним вообще проблем никаких не должно быть. Давайте посмотрим. Так, и вот что получается по противоизносным присадкам 79 процентов на 15 тысяч. Вот здесь гликоль есть, но гликоль это может быть какие-то спирт и может не омывайка даже повлиять. Нитрование нормально, 301 кислотное, 5,8 щелочное, чуть-чуть совсем подросло, даже практически не подросло 450 ппм воды. Но это трасса и посмотрите, какая низкая сажа. Ну понятно, что это бензин, но все равно 1 сотая это ни о чем. То есть мотор работает идеально. Топливо сгорает отлично, то есть вообще никаких проблем. Это вот тот случай, когда производитель говорит, меняйте на 15 тысячах. Понимаете, да, 60 километров средние, 15 тысяч вообще в легкую масло выдерживает. Сейчас покажу вам сравнение, что произошло с вязкостью. Все-таки пробег серьезный, 15 тысяч километров, но держите в голове, что мотор отлично работает, по крайней мере по показателям по отношению к маслу. И да, связку тоже я вообще проблем никаких не вижу. Посмотрите, минимальное разжижение. Ну понятно, что да, там где-то не успела выпарить, но вот такое. В районе там 12 процентов, 10-12 процентов. Шикарный результат, шикарно масло отработало. В конце ролика я покажу прогнозы по всем образцам. Ну и давайте, значит, то масло было слито. Следующее масло, обращайте внимание, те же показатели. Обратите внимание, масло 5716 километров, это 85 моточасов. Средняя скорость, смотрите, на 8 километров в час выше, 67,2. И эксплуатация с июля по сентябрь 21. На этом промежутке была поездка на юг, были горы, были серпантины. Значит, Андрей написал, что при подъеме на Айпетри температура масла поднималась до 114 градусов. Даже фотографию, значит, прикреплял. Здесь такая же картина. Не, ну да, это не замерзайка по гликолю. 85 процентов противоизносных присадок, 2,83. Посмотрите, как сильно наросло кислотное. Там 3,01 было, но пробег-то был намного больше. 6,5 щелочное. Да, здесь даже вот и воды побольше, сажи побольше на 2. Ну, в принципе, несущественное, но 85 не так много. Значит, это была просто проба. Масло не сливалось, просто проба была на пробеге. В общем-то масло, понятно, что живое, но показатели, я так смотрю, что совсем другие. Следующая проба со второго вот этого интервала, это уже чуть более десяти тысяч километров, сто шестьдесят восемь моточасов. Средняя скорость, видите, начала падать с 67,2 до 60. То есть началась обычная эксплуатация где-то. Так, и масло эксплуатировалось с сентября по март, 22. Те же показатели. Закладываю сейчас. Блин, да это же практически на каждом измерении. Что-то с фоном там не нравится ему. Так, значит, закладываю этот образец и давайте посмотрим, что произошло. Какие показатели будут у данного образца. Так, здесь по чуть-чуть понижается противоизносная присадка. Да, вот здесь гликоля нормально. То есть там или погрешности, или что-то такое. Нитрование до сих пор в норме. Значит, сажи также две сотых осталось. Продолжает нарастать по чуть-чуть кислотное 3,13. Но там за больший пробег на первом интервале 257 моточасов было 3,01. Здесь 3,13 уже видно в какой-то период. Вот, скорее всего, та поездка очень сильно как бы подкосило, скажем так, масло. 5,3 щелочное тоже ниже, чем там на 250 моточасах. Ну и чуть-чуть повеселеет. Тут побольше воды тоже. Значит, сейчас я приведу вам, покажу, во-первых, да, извиняюсь, сначала вязкость. Вот, закладываю. Второй образец. Это образец с десяти тысяч я закладывал. Ну, пятитысячный, шести почти. Я решил не проверять, смысла особого нету. Вот, там где-то в пределах от нуля до вот этих показателей будет. Но здесь уже больше разжижения, чуть больше разжижения у масла. Больше где-то топлива попало. Но тоже, в общем-то, никаких проблем с топливом здесь особо нету. Режим вы видели какой. Да, не забывайте отметить видео. Палец вверх. Подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Так вы поможете каналу. Ну, и, естественно, переходите на Яндекс Дзен и Алтархосе. Так, первая, значит, проба. Посмотрите прогноз по моющим нейтрализующим свойством. Почти тридцать тысяч пятьсот часов. Шикарный результат у масла. Но здесь оно как бы сдалось бы по нейтрованию. Триста двадцать четыре моточаса. Девятнадцать тысяч километров. С вязкостью здесь понятно нет. Здесь вот первое задается нейтрование. Ну, это фильтр, возможно. Ну, не знаю. Как-то вот картина такая. Нейтрование, да, растет. Ну, в общем-то, моющие нейтрализующие свойства все равно остаются сильные. Так, второй экземпляр восемьдесят пять моточасов. Смотрите, здесь уже вот эта поездка на юг. Горы. Тяжелые условия. Перегрев. Ну, нагрев сильное масло, конечно, очень существенно сокращает моющие нейтрализующие свойства. 237 моточасов. Нейтрование тоже здесь. Горы чем еще опасны, что разреженный воздух. Мотор работает в таком тяжелом режиме. Турбо особенно мотор. Воздуха маловато. Ну, и здесь вот нейтрование 194 часа. Ну, и по вязкости видите. И последние, значит, две последние вот эти правые. Это с одного интервала. Посмотрите, значит, начал ресурс отрастать. Ну, это, значит, как пробег по городу 10 километров в час. Прогноз, там, машина пишет на борткомпьютере, там, на сто километров осталось. Выехали на трассу и там уже расход упал и понизилась, значит, увеличился пробег на топливе. Также и здесь. Вот здесь 270 по моточасам. При этом также то же самое с нейтрованием. Оно медленнее стало деградировать. Вот. Ну, и понятно, что первый экземпляр больше работал осенью, зимой, весной, ниже температура. Вот. Особенно сильно подкосил образец с поездки на юг. Вот так может влиять даже, казалось бы, небольшая там поездка, небольшие изменения. Такие условия эксплуатации и масло в два раза может, почти в два раза ресурс масла может упасть. Также это же относится к высокой скорости. Значит, я разговаривал с Андреем. Он пишет, что температура на высокой скорости на трассе у него там 105-107 максимум. Вот. Не сильно отрастает. Я думаю, что в этом моторе, напишите, кто знает, в этом моторе, по идее, стоит, значит, масляный радиатор, который решает эту проблему. Вот. А, ну, естественно, когда подъем в горы, обдува не хватает и тогда уже температура сразу начала существенно подниматься. Ну, пишите комментарии, кто что думает. Вот такой получился тест. Благодарю Андрея за предоставленные образцы. Второй образец я проверю и сделаю отдельное видео, потому что это и так очень длинное получилось. Благодарю всех, кто посмотрел данное видео. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.